Всем привет, мои хорошие! С вами Акеймили и сегодня мы с вами будем, как вы думаете, что делать? Кушать! У нас сегодня с вами макароны с сыром, сплавленным. Давайте я лучше буду кушать вот этой вилкой. Здесь у нас грудка. Давайте вот так вот положу, чтобы все было видно. Здесь у нас копченая грудка, оливки, маслины, маринованные шампиньоны, огурчик. Ой, какие они соленые! И вот такие вот макарошки. А еще у нас сегодня с вами праздник! Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! Ой, ой! Если со мной не происходят какие-то происшествия, это уже не я. Стараюсь в последнее время, как вы заметили, меньше пить газированные напитки. Но и совсем отказаться от них я тоже не могу. Надо все до конца выпить. Вот так вот. Приступим! Макароны с сыром вкусные, когда сыра много. Я соли добавляю совсем чуть-чуть, и получается, что сыр он соленый, и получается прям в тему супер! Шампиньоны. Какие дорогие у нас консервированные шампиньоны! Иногда смотрю, там другие блогеры называют цены, и то же самое я смотрю у нас. Вчера купил парфюм в Минесо. И он стоил 10 монат, что делает где-то 7 долларов. Я увидела, как другой блогер говорит о том, что она этот аромат купила за 200 рублей. В Москве. В корейском магазине Минесо. У меня такой вопрос. Почему такая большая разница? Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, поэтому давайте приступим. Как зовут твоего папу и брата? Папу, я не могу сказать, как зовут, потому что... Он сам этого не хочет. У него такое длинное имя, которое начинается на букву С. Очень редкое имя. Вот. Обратом его зовут Сархан. Я вам рассказывала, да? Мама хотела назвать его Сарханом. А бабушка считала, что моего брата должны назвать старшие родственники. То есть у нас было такое обычае. Ребенка, который родится, должны называть, не знаю, старшие дяди, тети и так далее. В общем, бабушка ждала, пока они приедут. И назовут моего брата. Маме, если честно, это не очень нравилось. Вот. И мама хотела назвать его Сарханом, потому что это был ее любимый певец. Сархан, Сархан. Может, кто-то знает. Я не знаю лично. В Ютубе искала, чуть ничего не нашла. Вот. Потом, когда приехали старшие родственники, ну, типа, старшие дяди моего папы, его жена тихонечко подошла к моей маме и говорит, ты носила, говорит, его 9 месяцев под сердцем. Может быть, у тебя в сердце есть какое-то имя, которое ты боишься сказать или втесняешься. И мама сказала, я очень бы хотела назвать своего сына Сархана. И она подошла и своему мужу на ушко, сказала, скажи, что хочешь назвать его Сархан. И он такой сидит. Но это у меня не было. Я просто слышала по рассказам. И говорит, я тут подумал, всю дорогу думал и решил, что лучше всего будет назвать ребенка Сарханом. Бабушка сказала, отлично. Так и сделаем. У меня назвала моя двоюродная сестра. Точнее, дали возможность назвать старшей сестре моего папы. Папы. И она подумала, что действительно хорошее имя. Я, честно, довольна своим именем абсолютно. Мама хотела меня назвать Эльвира. Но я, если честно, думаю, что мне ближе мое имя, чем Эльвира. Вообще не мое Эльвира. Вот так вот. Как назовешь кораблик, так он и поплывет. Кстати, моя идея снять мукбанг в прямом эфире в Инстаграме. Как вы думаете? Так как стрим я, во-первых, делать не хочу, во-вторых, я не умею. Я думаю, лучше будет вместо того, чтобы просто сидеть и сама с собой болтать, лучше я устрою для вас мукбанг в Инстаграме. Посидим, покушаем, поболтаем. Я буду онлайн видеть ваши вопросы. Что вы думаете насчет этого? Пишите в комментариях. Если большинство ответит, что да, клевая идея, давайте не будем тянуть. Прям завтра, наверное, где-то в 7. Давайте устроим. Прямой эфир с едой. Если вам понравится эта тематика, то будем часто так делать. Потому что в Инстаграме очень много людей мне задают вопросы, а у меня, к сожалению, времени ограниченное количество. Я не могу на вопросы отвечать односложно. Да, нет, да. То есть я хочу рассказать какие-то истории, немножко порассуждать. Дело даже не в том, что я хочу. У меня так получается. Я не знаю, я начинаю какую-то тему, я забываюсь, болтаю, болтаю. Поэтому лучше будет, если вы меня будете вовремя останавливать. Кстати, ребят, под прошлым видео, где я рассказывала про детей, что они должны растить... я хочу расти свои детей в строгости. Мои подписчики поделились на два лагеря. Некоторые говорят, что молодец, Айка, респект. А другие... А другие... Что, Айка, ты не права. Надо растить не в строгости, а в любви, баловать и все такое. Честно, я абсолютно не обижаюсь на такие комментарии. Это ваше мнение. Вы имеете право на это мнение. И, быть может, я не права и виновата. Ой, виновата. А правы, например, вы. Вот. Люди писали вот такие вот огромные сообщения. Знаете, не оскорбление, просто человек выражает свое мнение. Мне нравится, когда так. Возможно, у меня будут дети, я буду думать совершенно по-другому. Я сейчас рассуждаю, у меня нет детей, правильно? У вас есть. Вы считаете иначе. Я сейчас это представляю так. Я не знаю, что будет. Через 3-4 года. Еще у вас будут дети. Будет все шикарно. Вот. Ну, я не чайлд-фри. Я не понимаю людей, которые ненавидят детей. Я люблю детей. Особенно милых и спокойных. Вообще обожаю. Девочек. Очень люблю девочек. У нас на Кавказе. Раньше вообще было такое, что родился мальчик. Круто, молодец. Родилась девочка. Ну, не переживайте. Типа, девочка. Сейчас такого уже нет. Но, опять же, иногда бывает проскальзывает между людьми. Я реально очень хотела быть девочкой. Очень. Я просто умиляюсь. Я иногда вижу мамочку такую молодую. И у нее доченька. Честно, мне очень нравится. У нас тоже есть родственница. И у нее очень трудная жизненная ситуация. У нее маленький ребенок, девочка, кстати. Ну, живут, ну, очень бедно. Я ей даже говорю, я тебе помогу, говорю, пропиарю тебя. Я уверена, что вы тоже подпишетесь, поддержите. Я говорю, снимай АСМР. То есть, почему нет? Я это делаю не в целях какого-то заработка и так далее. Просто я вижу, что человек в беде, человек хороший. И вы знаете, настолько гордый. Она никогда не признается, что вот у нее проблемы и так далее. Что нет денег и все такое. Мне от души просто хочется помочь. Потому что мать-одиночка, мужа нету и все такое. Вот я ей говорю, что создай канал, я тебя пропиарю там. И вы знаете, она стесняется. Она говорит, что ой, нет, как-то неудобно. Я говорю, что неудобно, я сама тебе предлагаю. Вот когда так, я вот реально со всей душой хочу помочь человеку. Знаете, чем помогать деньгами человеку, лучше найти для него работу. Думаю, что вы тоже поддержите такого человека, я просто уверена. Меня раздражает, когда, не знаю, мои бывшие одноклассники, вообще я даже не помню, как его зовут. Когда мы работали вместе, вообще так со мной разговаривал, так себя вел, не знаю. А сейчас мне говорят, ой, айка, привет. Можешь меня пропиарить? Такое я не люблю. Ни для кого не секрет, что с Ютубом как бы зарабатывает, можно заработать деньги. Она все равно каждый день кушает, она может это снимать, как АСМР, начать это делать, развивать. А вообще так, мне часто пишут и начинающие мукбанкеры, у которых там по 5000 подписчиков, сколько будет стоить пиар. Я говорю, что я пиар не делаю. Если я делаю, я делаю бесплатно тем, кто действительно нуждается и тем действительно, кто любит мой канал, так можно сказать. Вот. Там я что-то смотрела, Николаевс Фэмили, их канал называется, начинающий там мукбанкер. Они очень милые, честно, мне нравятся на самом деле. И я замечаю, что каждый раз мне подписчики вскидывают, они готовят что-то, они оставляют ссылочку на Айкук, и реально я их даже не просила об этом. Видно, что люди хорошие, люди добрые, независтливые, вот они не думают, вот у нее еще и кулинарный канал, еще и это. Просто добрый человек. Такого человека и при пиаре, не грех, и комментарии написать, не знаю, нравятся мне такие люди. Канал у них клевый. В общем, как-то так. Я надеюсь, что Даша ее зовут, она мать-одиночка. Я надеюсь, что Даша, она начнет свой канал, и мы все поможем ей, поможем ей, ну как бы, встать на ноги, что ли. Как сказать? Я удивляюсь, что люди вот, она настолько простая, что она, миллион разу ей предлагают, что давай, давай, сделай что-нибудь. И она такая, ой, так неудобно. Я говорю, что неудобно-то? Я говорю, знаешь, как сейчас трудно без пиара, без всего этого продвинуться. Я собиралась отвечать на вопросы. Я собиралась отвечать на вопросы. Ребята, я высел. Шампиньончик какой. Ой, какой. Но мне кажется, выгоднее их мариновать. Мы такое мороженое с мамой приготовили. Вообще надо много чего стараться дома готовить. Если умеешь, если получаются. Это как крылышки из KFC. Иногда мне, конечно, придется их покупать в KFC, потому что, когда название именно KFC, в поисковике он чаще выходит. И поэтому нужно. А так, по большому счету, на одно и то же. Такой туман. Я сейчас в окно смотрю. Они скажут, что я привел. Но у меня есть для вас хорошие новости. Для тех, кто живет в Азербайджане. Коронавирус идет на спад. Молодцы наши вообще. Быстро отреагировали. Всех посадили дома. Дали деньги, кстати. Конечно, немного. 190 монат. Это где-то 8000 где-то дали. Но тоже деньги. Причем, эти 8000 будут два месяца давать. Хоть у меня мама не работает, мы не стали на это проходить регистрацию и все такое. Я думаю, что эти деньги будут лучше, если это получит, будет лучше, если эти деньги получат действительно люди, которые нуждаются. Я считаю, что молодцы. кто бы что ни говорила, я считаю, молодцы. И посадили всех дома, и деньги дали. А тех, кто выходит на улицу, штрафуют. Назарова 7 задает вопрос, какие планы сегодня на день? Обожаю этот рассказ. прям, обожаю. я сегодня встала. Встала поздно. Я не знаю, что делать. Я ставлю будильник на 7, я выключаю будильник, опять ложусь спать. А еще у меня, знаете, появилась дурацкая привычка смотреть мукбанки на ночь, а потом я где-то в час ночи еду и кушаю. Нельзя мукбанки смотреть на голодный желудок. Лучше перед едой. Перед едой, когда вы действительно должны покушать, а не так, что 12 часов ночи не с чем заняться. Давай посмотрим мукбанк. А, я не ответила на вопрос. Задумалась. Я даже не знаю. У нас работа в компании стоит и получается оттуда я не получаю зарплату. Но я понимаю, я на щукир, что я не умираю с голода. Сейчас сложные времена. И все такое. Я вам говорила, да я раньше смотрела блогеров и они составляют прям план на день. Так, первое дело сделала, второе дело сделала. Я никогда никакой план не составляю. А если я составлю, ничего не успею. Вот оливки не люблю, а вот маслины обожаю. Кто наоборот, пишите в комментариях. У меня есть подруга, она наоборот. Как только я иду на свадьбу, я сразу сметаю со всего стола маслина. Затем я приступаю к другим блюдам. Я люблю ее свадьбы. На этом все. Обязательно пишите в комментариях свое мнение по поводу прямого эфира в инстаграме. То есть, это будет что-то вроде стрима, но только без донатов, без денег. Посидим, поболтаем. Я поотвечаю на ваши вопросы. Мне кажется, будет интересно. Если вы согласны, пишите. Завтра где-то в 7 мы с вами сделаем стрим. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами была Кеймри. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok